Снегопады 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 Заседания штабов по работе управляющих компаний проводятся дважды в неделю в каждом из округов города. Регулярно на них обсуждаются проблемы, с которыми обращаются жильцы многоквартирных домов Мурманска. Несвоевременная упорка и складирование снега, нечищенные кровли – одни из самых частых жалоб в адрес управляющих компаний. Погода в Мурманске этой зимой переменчивая. То отепель, то морозит, то снегопады. Многие жилищные организации с такой нагрузкой справляются с трудом. Над ответом, почему работа идет со скрипом, задумываются не только контролирующие органы, но и депутаты горсовета. Мне кажется, что они не всегда очень разумно распределяют свои ресурсы, потому что надо все равно всем заниматься. Зима, но тем не менее, надо и квартирами, у кого трубы текут и еще что-то. Очень много обращений, что ни то, ни то, ни то, ничего не делается. Как руководитель образовательного учреждения, меня, конечно, волнуют подъезды к образовательным учреждениям, к любым. К детским садам, к школам. Не к самой школе. Мы убираем свою территорию, которая к нам непосредственно подходит. Меня волнуют внутриквартальные проезды. Одни управляющие компании быстро реагируют на жалобы, другие просто рецидивисты, которые без надлежащего контроля не могут выполнять свои обязанности. Логика таких управленцев понятна. Чем реже чистишь, тем меньше ресурсов уходит. Ну а люди пусть ходят по вытоптанным тропинкам, это в лучшем случае, или месят снежную кашу под ногами, что бывает гораздо чаще. С начала года управляющие компании получили штрафы на 330 тысяч рублей. Контроль за деятельностью жилищников проводится ежедневно и круглосуточно. Зима не повод приостанавливать программу по ремонту муниципальных квартир. Одно из таких на Зуи Космодемьянской в скором времени должны передать нуждающейся семье. Андрей Сысоев лично проверил качество проведенных работ, нашел ложку дегтя и поручил исправить. На самом деле очень хорошее качество выполнения работы, но с другой стороны умудриться обклеить вот такими вот помпезными обоями всю квартиру, не учитывая назначение комнат. Ну, кухня, гостиная, спальня. Я считаю, что это просто вот, ну, даже безграмотность подрядчика назвать нельзя. А здесь же еще не только решение принимал подрядчик, здесь же еще и заказчик есть, который принимал эту работу. Поэтому, конечно, это надо переделать. Когда-то здесь был пожар, потребовался капитальный ремонт, заменили все, трубы, электропроводку, рамы, двери, сантехнику, электроплиту, выровняли полы. Внутреннюю и внешнюю отделку выполнили качественными и недешевыми материалами. Ремонт оставшихся без хозяев помещений, передачи их горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий – одно из направлений обеспечения мурманчан комфортным жильем. Я ни разу не слышал от людей, которые получают у нас вот эти вот квартиры, претензии по качеству. Мало того, ко мне обращались люди и говорили, что, Андрей Иванович, вот у нас маневренный фонд, эти квартиры в том числе и в маневренном фонде используются. Нас переселили в маневренный фонд, у нас никаких вопросов нет. Спасибо городу, что вы потратили деньги и сделали вот такое жилье, в котором действительно можно просто заезжать и жить как бы, либо поставить, вообще ничего не нужно делать. Наряду с другими направлениями решения жилищного вопроса северян – строительство социальных домов, приобретение городом до них заветных квадратных метров на вторичном рынке, перевода нежилых муниципальных помещений в жилые. В этом году 80 муниципальных квартир будут так же, как это, отремонтированы и переданы мурманчанам. Профессия строителя остается одной из самых востребованных, но подходит далеко не всем. Специально к Международному дню образования детям из замещающих семей устроили встречу с библиотекарями. Она состоялась в модельной библиотеке, которая располагается на улице Шабалина. Ребята узнали о том, что сегодня библиотекарь не просто тот, кто знает все о книгах. Это человек, который также разбирается в современных творческих направлениях и помогает посетителям интеллект-центров развиваться. Работа библиотекаря, она закладывает основы, по сути говоря, формирует наше духовное состояние. И мы же вспомните, мы никогда не могли себя представить без библиотек. Мы бегали, получали книжки, читали, проводили время. Но сегодня наши библиотеки, которые превратились в интеллект-центры, они совершенно поменяли концепцию своей работы, философию своей работы. Встречи с представителями разных профессий организуют в Мурманске не в первый раз. Они ориентированы на потребности современных подростков. Важно, что такие мероприятия интересны в первую очередь самим детям. Работа в интеллект-центрах во многом творческая, как и конкурс «Окно в праздник». Итоги, которые мы подвели в Мурманске, 112 участников соревновались в трех номинациях. Город преображается в подготовке к новогодним праздникам. А с другой стороны, вот впустить в дом праздник настроение, и даже окно оформлено, и елкой, понятно, что все хорошо, и дети в костюмах. Это настроение города, это настроение мурманчан, это годовая подготовка к замечательному празднику Нового года. Поэтому, конечно, достойные подарки. И, может быть, еще самое важное, это то, что у мурманчан есть желание сделать город краше. В сезоне 2019-2020 конкурс на лучшее новогоднее оформление окон, балконов и лоджий «Окно в праздник» с успехом прошел уже в восьмой раз. Придуманный когда-то редакцией городской газеты, он разросся до масштабов муниципального, и вот-вот обретет опасное значение. Здорово, что губернатор Мурманской области Андрей Ледевичевич поддержал этот конкурс, можно сказать, свою номинацию ввел. И я уверен, что к новому 2021 году, к новым новогодним торжествам участников станет еще больше, поскольку это праздник, это радость, это чувство праздника. И вот это вот волшебное чувство приближения новогоднего праздника, оно не покидает нас, на мой взгляд, даже когда мы становимся чуточки взрослее. Участвовали не только мурманские семьи, которые украшали окна своих квартир, но и детские сады, школы и другие образовательные учреждения, где непосредственное участие от сюжета оформления до его исполнения принимали дети, а педагоги и родители им с радостью помогали. Там была и мышка, и сыр, и сосульки, и Дед Мороз, мы очень старались, и до сих пор обсуждаем сюжет нашего окошечка, и я очень рада, что наше окно заметили, и мы призеры, ура! Помимо основных номинаций, организаторы вручили приз зрительских симпатий за работу, которая понравилась максимальному числу пользователей одной из социальных сетей, и гран-при его обладателя выбирала компетентная жюри. Стали известны и результаты 31-го международного фестиваля КВИН-2020. Сборная Снежногорска вновь приглашена в высшую лигу КВН, а мурманская команда для вас – из педагогического колледжа Премьер-лигу. Фестиваль КВИН-2020 проводится с 12 по 25 января в Сочи. В Олимпийскую столицу России съехались почти 500 команд со всего мира. Сочинский фестиваль – самое важное, массовое и впечатляющее мероприятие года для Международного союза КВН. Команды из телевизионных лиг приезжают сюда, чтобы подтвердить свой статус, а молодые сборные – чтобы попасть в региональные и межрегиональные лиги, показать себя редактором, набраться опыта. Нашу мурманскую лигу КВН на фестивале представляли 7 сборных, все команды выступили достойно и, на мой взгляд, показали беспрецедентный результат за всю историю развития мурманского КВН-движения. Так прокомментировал расстановку сил депутат Государственной Думы Алексей Вилев. По итогам фестиваля команда сборная Снежногорска, Мурманск – столица Арктики, Мурманск, а именно так теперь называется команда, приглашена играть в высшую лигу Международного союза КВН. Команда для вас получила возможность сыграть в премьер-лиге, семейные ценности и, ой, все, записали в свой актив участие во втором туре, а суровые парни получили повышенный рейтинг и право участвовать в играх центральных лиг. А пока КВН-чики ждут выхода на большую сцену, горожане радуются первым лучам. Приветствовали светило горожане традиционным праздником «Здравствуй, солнце». Его мурманчане встречаются размахом. За длинную полярную ночь по лучикам холодного северного светила горожане истысковались. Несмотря на прохладную погоду, лица пришедших на праздник цветут улыбками. «Здравствуй, солнце» – праздник действительно народный. На сцене, установленной в детском городке «Сказка», выступают народные коллективы, а на площади ведущие и посетители согреваются хороводами. Каждый радуется, когда уже световой день увеличивается. Приятно пройти по такой световому дню, порадоваться, что иногда и погода радует, что бывает у нас и снег, и ветер, а бывает просто можно походить, порадоваться этой погоде. Соответственно, у нас молодежные коллективы, это у нас, например, Ленинская ДК, у нас сейчас на территории «Сказки» выступает. Будут творческие коллективы разные, да, кроме еще ДК Ленинского, будут еще другие коллективы выступать. «Здравствуй, солнце» – мероприятие в Мурманске традиционное. Приходят на него с семьями и с маленькими детьми. Главное – тепло одеться. Тогда и замерзнуть не получится. У меня у самой маленькие детки были, мы всегда ходили на эти мероприятия. Конечно, это интересно и для детей это полезно, и взрослым тоже все-таки не та рутина, которую каждый день они испытывают, а все-таки какие-то разнообразия, тем более для них это все организовано. И тут и пироги, и чай, и праздник, и песни, и пляски. Да, замечательно, что можно сказать. Потихонечку приходят с детьми, приходят пожилые, вообще-то и молодые люди. Ну, солнце, оно, да, даёт нам определённый заряд. Это традиции, традицию надо поддерживать. И, наверное, не придёт сюда только тот, кто, наверное, полярную ночь хорошо переносит. А тот, кто по-настоящему чувствует полярную ночь, или хотя бы тот всегда будет рад солнцу, радоваться его приходу. И я думаю, что, ну, вот сегодняшний день он должен точно нам сказать всем, что, ребята, жизнь продолжается, и жизнь замечательная. Во время праздника выступали не только творческие коллективы, поучаствовали и сотрудники УФСИНа. Хинологи вместе со служебными собаками продемонстрировали прохождение полосы препятствий. Отметили в городе День студентов. В преддверии праздника состоялось первое в этом году заседание Городского студенческого совета. Молодые активисты из вузов и СУЗов рассказывали главам об итогах работы за прошлый год и поделились планами на будущее. Сегодня в актив совета входят более 30 представителей из 13 образовательных организаций. Они живут очень насыщенной, правильной, активной жизнью. И, конечно, это резерв. Это резерв для муниципалитета, потому что это кадры, которые имеют не только опыт, они еще и внутри мероприятий наших. Я не представляю, например, как можно нам общественные мероприятия большие городские проводить без наших волонтеров. Но самый такой пример, может быть, яркий – это Бессмертный полк. На протяжении последних лет Мурманский городской студенческий совет зарекомендовал себя как эффективно работающая команда единомышленников, которая продуктивно сотрудничает с органами власти. Очень важно через студенческий совет получать мнение молодежи о том, как живет наш город-герой, о том, как он должен, по их мнению, жить через год, через два, через пять, через десять. Вот эта функция – посоветовать, обозначить свое видение. Она дорогого стоит, потому что мы должны представлять позицию молодежи, поскольку мы этот город развиваем для людей. Активистов поблагодарили за работу, популяризацию добровольчества, пропаганду здорового образа жизни и творчества и поощрили памятными подарками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова